РАДИОЛЕКТОРИИ ПОД СЕРЕБРЯНЫМ ДОЖДЁМ Попробовать вместе со всеми сочинять сказки Но я еще пришла для начала Для того, чтобы мы немножко погрузились в то прошлое, которое у нас уже было А у нас довольно много было, четыре передачи, наверное Да, несколько раз мы встречались с вами У Алекса есть удивительная способность провоцировать человека на дальнейшие дела И в первый раз я исполнила три песенки И они вошли в первую мою пластинку Вот Помните, я пела Шан Зелезе? Вы сказали, сразу хочется в Париж А потом у нас был на Серебряном Дожде уже на телевидении концерт На который вы меня пригласили Я там исполнила несколько песен и стишков И там выяснилось, что вы все-таки прочли одну мою книгу Поросенок Петр, в которой выяснилось, что 79 слов Да, да, да Ну ничего Вот И у нас была какая-то такая беседа И вы сказали, что вам попалась одна очень интересная фраза Видимо, тогда вы решили жениться Что-то такое вот было Что-то такое, да Да, вы были прямо вот, да И вы сказали, что наступает такой момент, когда самое важное на свете – это милое лицо Вот А потом еще был такой момент, что вы читали На Серебряном Дожде вы читали «Солнечный удар» Бунина, да, рассказ прекрасный Еще до того, как там совершили с ним всякие нехорошие действия в кино Вот И как-то у меня все это дело сложилось И я написала песенку «Солнечный удар», которая называется Вот И вот я вам ее даже и принесла Может быть А можем послушать ее Если вы не просите Можем послушать, да Нет, я, конечно Это в той Слышенка «Солнечный удар», слова и музыка Совершенно, да Вот Мои А идея – Алекса Дубаса Спасибо, спасибо Так бывает Так бывает Что-то сердце замирает Так прекрасно Не бывает Никогда, нигде, ни с кем Так бывает Так бывает Что душа Не понимает Что случилось Что сияет И зачем Этот свет Не выносим Не выносим Мы просто Сгорим Так бывает Так бывает Все на свете И исчезает Остается Так бывает Только белое лицо И важнее всего На свете Те глаза Что тебя светит И рука Что руку встретит Это все Это все В конце концов Этот солнечный удар Счастье 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 Беда Этот солнечный удар Взаймы Ильин Вдар Ничего Не говори Глаза Не смотри Этот свет Не выноси Мы просто Сгорим Сгорим Так бывает Так бывает Сердце Сердце Покидает Сердце Сердце Потеряет И теперь Уже не жить Впереди Огни разлуки Пропадают Свет И звуки Только Помнит Руки Руки Потому Что Не забыть Вообще непонятно Как твое эфирное слово Отзовется Ты знаешь? Вообще непонятно Спасибо за песню Спасибо за песню Людмила Стефановна За предисловие к ней Такое вот Неожиданно действительно Прозвучало Очень приятно Понимаете Мы Как бы сказать Специалисты Технологи Литературного Процесса Берем отовсюду Понимаете? Непонятно Откуда придет И поэтому Я вот сейчас Хочу вернуться К нашей теме Дело в том Что Я растила Много детей И выяснилось Что я рассказывала Сказки в течение 36 лет Ну конечно С перерывами На самолет На там На что-то Но каждый вечер Я укладывала Детё Или двое Детей Или троих А после Допустим Нового года Даже пятерых бывало И я должна была Рассказать сказку Потому что Когда я читала Что-то Чужую книжку Я засыпала Раньше детей Так Ну и потом все-таки Когда ты выключаешь свет Они быстрее По идее Должны быстрее заснуть То есть без света Да Причитать Рассказывать Нет Ну у нас была Просто Был всегда ритуал Что сначала Они мне говорили тему Ага Они мне говорили тему Я рассказывала на эту тему Сказку Потом мы говорили дружно Спокойной вам ночи Приятного сна Желаем вам видеть осла и козла Осла да пал Ночью все хором Козла до утра Спокойной вам ночи Приятного сна После этого они говорили Мам вот это Та-та-та-та-та-та-та-та-там Я ставила Моцарта И спокойно уходила Но у детей конечно Возникала мысль Что вот самое интересное Начинается именно сейчас Поэтому когда Моему среднему ребенку Исполнилось 16 лет Он основал журнал Не спать Федер Павлов Андреевич Который существовал Довольно много лет Я хочу сказать Что на самом деле Вот не удавалось Мне каждое утро Там или каждую ночь Записывать за собой Вот эти сказки Потому что понимаете Дети Кормить Стирать Убирать Да еще и работать Вот И я записала всего Немножко больше трехсот А вообще-то Тысяча шестьдесят пять Умножить на тридцать шесть Это никакой шахерезаде Всего ничего Да Ну вот я принесла Две книжки Из тех которые у меня Вот Пограничные сказки Про котят Вот такая книжка Так Вот И дикие животные сказки Вот такая книжка Здесь Волк Семен Алексеевич Это не тот волк Из мультиполикционного фильма Тут есть намек на это Когда он Значит Волк Как пес подружился Нет Нет Это нет Это Волк из сказки сказок И тут Значит Есть Как бы сказать Такая сказочка Когда волк Семен Алексеевич Задерживает в лесу Ёжика Гарика Так Вот Ёжика Гарика Вот И значит Соответственно И смотрит на него В течение десяти минут Потому что Говорит что я давно Хотела посмотреть фильм Нарштейн на сказку Сказал Вот и все Ну вот Значит И На самом деле Вот в этой книжке У меня Пусть кибяты Кто-то знает мою сказку Пусть кибяты Вы не читали Вы тоже Я сейчас расскажу эту сказку Эту сказку Я написала То есть сочинила Рассказала Девочке Которой было полтора года И эта неуемная гражданка Не желала ложиться Она стояла стоячком Вот стоит Держится за Поручень кроватки И смотрит на меня глупыми глазами Я говорю Наташа Надо спать А она стоит Я ее уложу Она опять Как Ванька встанька А ведь ей нельзя Рассказывать сказку Она не знает многих слов Ей всего полтора года Она знает Най-най-най То есть дай Эту помесь Най-най-най Она стоит Под шкафчиком Где у нас печенье Там конфеты Так протягивает руку Это крошечное существо И она так Най-най Вот так вот Что я могла ей рассказать И я решила рассказать ей сказку На ее языке Кракозабру Слушайте Она называется Теперь уже она называется Пушки-бятые Сяпала калуша по напушке И увазила бутявку И волит Калушата Калушаточки Бутявка Калушата присяпали И бутявку стрямкали И подудонились А калуша волит Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Бутявок-то не стрямкают Бутявки Бутявки Не кузявы Калушата 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 Тут конечно интонации Нужны Нет-нет-нет Ее потом опубликовали В газете Литературная газета На шестнадцатой полосе Я написала еще одну сказочку Бурлак Которая называется А сейчас эти сказки В третьем классе Преподают Как Возможность Говорить на любом языке С помощью Суффиксов Окончаний И времен глагола Вставлять туда Ну да Вставлять туда Любые Ну Любые сочетания букв И затем Значит Бур-бур-бур И она бур-бур-буровала Понимаете Вот Вот поэтому я сейчас приглашаю вас Мне прислать Одно слово Чтобы мы с вами Были Как бы Включены в процесс Тот процесс В общем В котором погружены Всегда бывают Родители Которые сидят У кроватки Детеныша Детеныш лежит И ждет Когда ему Расскажут сказку Пожалуйста Будьте добры Аликс Слово Любое Пожалуйста Любое слово Нет Любое слово Вот посмотрите Вокруг себя Любое слово отсюда Смерть Это для детей Не годится Почему Они задают вопросы Они с ней сталкиваются Да Они с ней сталкиваются Но Мои дети Запрещали мне Печальная тема Категорически Только что Они Подождите А как же быть со сказками Где Отстрелили волка А потому что А потому что Голубчик мой Потому что там есть Специфическая Атмосфера Зарубежные Старые сказки Они терпят Они даже не воспринимают Это как Ну как бы сказать Как некоторую реальность А мы сейчас Просто посмотрите Вокруг себя И посмотрите И возьмите любой предмет Пожалуйста Хорошо Микрофон Попытка номер два Вот микрофон 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 Что ему Рассказывают Самые невероятные истории Что он все время работает Что у него Функция Как бы Одна из самых главных В мире Потому что Без него вообще Ничего Ни телевидение Ни радио Без него Не происходит Ни одного митинга Но однажды Микрофон Оказался на празднике И он так был рад Потому что Это был свежий воздух Потому что Это был парк И там ходили люди И К микрофону Приблизился человек И микрофон был счастлив И готов И он был так Прямо так Вот прямо Весь себя Прямо как цветок Рассвел Что сейчас будет Что-то замечательное Грянула музыка И запел шнур И микрофон был вынужден С этим согласиться Потому что Микрофон Это такое Существо Которое не может Вымирать Ничего Да здравствует А То что называется Смирение То что называется Добрая душа То что называется Хорошее существо Потому что И шнур Имеет своих Великолепных Преданных Замечательных Слушателей А микрофон В общем он всего-навсего Передает И ни в чем не виноват Мама А почему микрофон Все терпел В таком случае А потому что Мы всегда все равно Все терпим Здорово Отличная сказка Можно цикл даже придумать Из жизни микрофонов Да Да Потому что микрофон Между прочим Я не знаю Ведь у Гитлера не было По моему микрофона Тогда еще не было Или уже что-то А рупоры были Да да Ну и в эти микрофоны Микрофон может Зазвездиться Например Его может переполнять В числове от того Ну вот Хоть про этот Хоть вот ваш Да Хоть ваш Кто в меня только не говорил Говорит он вот этому микрофону Да А я все равно Мне все равно Но я даю хороший звук Так пожалуйста А я возьму слово слушателя Хорошо Хорошо Слушатель нам уже пишет Плюс семь девятьсот три Семь девять семь шесть три 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 Брдын Брдын Жил был Брдын Брдын Не знал кто Он такой Он Жил себе и жил И Однажды Он Вышел На прогулку Он шел А никто его не замечал Он смотрел по сторонам Он наслаждался природой У него Было прекрасное настроение Потому что до этого он сидел в какой-то маленькой комнатушке Но он вышел И наконец Он Оказался среди людей И он сказал Брдын И никто не услышал И тогда он решил Что ему для того Чтобы Его кто-то услышал Ему надо Познакомиться С другими буквами И он стал их искать Он ходил И искал И нашел газету И нашел газету И там нашел Много-много букв И он пригласил Букву А И у него получилось И у него получилось слово Брдын Брат Брат И он закричал Брат И тут же к нему подошел Кто-то И сказал Гурбандиндам А Брдын сказал Я брат А Гурбандиндам Сказал ему Чем-чем-бала А где-то 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 В общем Короче говоря Они поженились Я так и знала Что чем-то подобное Я надеялся Да, что чем закончится Слушатели, друзья Присоединяйтесь Вот вы поняли От вас требуются слова Слова Только, пожалуйста Боже не надо Собретать каких-то созвучий Потому что мы на этом уже Как-то Дайте тему Дайте ноту Плюс 7903 7976333 Наш смс-портал И телефон Телефон прямого эфира 741-4836 Хотите я вам дам книжку А вы оттуда возьмете Слово любое Можем сейчас попробовать А я знаю что И Людмила Стефановна И Алекс Вот какую вещь поняла Что в принципе Вы говорите с детьми То как сами понимаете Потому что вот я обратила внимание Брдын Ну непонятно что это такое И ты соответственно говоришь Что он не знал Кто он такой То есть практически Озвучивая то что думаешь Насколько важно быть Ну искренним с ребенком Да вот Тут не искренним А целый день Работал Работал И надо еще Укладывать спать И надо еще Что-то придумать Поэтому я говорю Так давайте тему Давайте тему И мои Значит эти Бравые солдатики Лежащие уже в пижамках Мытые Под одеялками Они мне вдруг Говорят Ну хорошо Ой ну Ну хорошо Будильник Был такой Это существо Жил был Жил был Будильник У него были усы И сердце И он решил жениться Он решил жениться Когда стукнет Без 15 и 9 Ровно в 8 он сделал предложение Графину с водой Графин с водой Подумал 5 минут И согласился Но тут его выдали Замуж за водопроводный кран И он вернулся на стол Уже замужней дамой 15 минут 9 Будильник сделал Предложение очкам Очки были старые И неоднократно Выходили замуж за уши Они подумали 5 минут И согласились Но тут их опять Выдали замуж за уши В 25 минут 9 Будильник сделал Предложение Книги Книга Согласилась Сразу И Будильник Стал ждать Когда же стукнет Без 15 и 9 Сердце его громко Колотилось И его накрыли подушкой Потому что Дети уже укладывали спать И без 15 и 9 Будильник Неожиданно для себя Женился на подушке Какое изящное сочетание Вот Вот У меня тоже вопрос есть Так Ну вы поняли о чем идет речь На ком Вообще может жениться На чем На ком Главное желание Вот он В его случае Вы внедряли в свои сказки И как вы думаете Насколько это позволительно Самих детей Как персонажей Никогда А почему Вы знаете Укладывать спать Надо чтобы была Очень спокойная Атмосфера Чтобы ребенок Ни на чем Не возбудился Понимаете Да Потому что У меня был целый Огромный сериал Про Блохулу Керью Значит Крокодила Дядю Колю Его 12 дочерей Все на буква Главеда Амбразура И так далее И Была Значит Гиена Зоя И в общем Их было очень много И каждую ночь Новые приключения были Вот И Значит Вот Вот это И Вот посмотрите Какая огромная книга Родилась из этого Сериала Дикие животные сказки Да Там у меня Блохалу Керия Со своим Мужем Блохой Дядей Степой Да Вот Короче говоря Значит Я Я вам уже говорила Что я редко записывала Сказки Потому что некогда было Но все-таки Немножко больше трехсот я записала То есть Да По вашему мнению Лучше не внедрять в сказки Самих маленьких персонажей Нет Ни в коем случае Вообще ничего Из того Что может их Как бы испугать Очень сильно возбудить Все должно быть Очень мягко Мало того Они мне запрещали любые ходы Которые могли бы Привести к печали Ни в коем случае Кратегорически Поэтому Вот например Значит вот у меня Другая книжка Она называется Пограничные сказки Про котят Так Очень интересно И это Сказки Загадочные Вот Это загадочные сказки Чем они загадочные Людмила Стефановна Я предлагаю Уже после рекламы Продолжить Хорошо У нас мастер-класс Как сочинить сказку Присылайте пожалуйста Свои слова Вокруг которых Будет вертеться эта сказка Ну ничего Мы спокойно открываем Берем Я говорю там Десятое слово На пятой строчке Слева Хорошо И Да еще Мы вернемся Буквально через пять минут Пишите Пишите ребят Мы продолжаем с вами Учиться Сочинять сказки У нас в гостях Людмила Петрушевская И шляпа В этой шляпе ваши слова Слушатели Которые вы присылаете На номер Плюс семь девятьсот три Семь девять семь шесть три 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 Итак Пока была реклама Мы написали на бумажках Слово Виолончели Андрей пишет Алексей из Москвы Пробочка Предлагает Наверное в пробочке на трешечке Где-то стоите Кандибобер Тут добавилось За последнее время Мотоцикл Сразу несколько человек Ежонок Почему-то Кувшин Мне кажется Если кувшин это он То его лирическая героиня Должна быть Кувшинка Кувшин и кувшинка Да Какая-нибудь такая пара Так И я от себя добавил Слово сигарета Какое Ну потому что Сейчас у нас Алекс Смотрите Патриарховое исключение Возьмет и вытащит Как оракул Вытащит Одну бумажку Давай шурши Вытащи Пока пустая Да что ж ты так Нет Посмотрите на другой стороне Мы же положили только написанные бумажки Кажется Кувшин 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 А он был Красивый Прозрачный Он Собирал На себе Весь свет Этого мира Когда светило солнце Он горел Просто огнем Когда было пасмурно Все равно Светился И он понимал Что его ждет Прекрасная судьба Не просто так Он будет существовать Вечно С водой Без воды Опять с водой Без воды Наливают В стакан Пьют Потом наливают Опять из крана воду Нет Он знал Что его ждет Прекрасная судьба Как мы все Когда мы появляемся на свет И когда мы растем Мы знаем Что нас ждет судьба С большой буквы Надо только не ошибиться Надо только не разбиться Говорил про себя Кувшин Он очень сторожился Он старался Не останавливаться На краешке стола Он старался Сохранять равновесие Потому что он понимал Что может быть На его глазах Разбился фарфоровый чайник Его унесли И дальнейшая его судьба Была непонятна Но во всяком случае Наш кувшин Не хотел Повторять Путь Чайника И он старался Оставать Где-то подальше А в это время Росли дети Ходили в школу И однажды Ребенок Пришел из школы И сказал Ой Задали Задали Рисовать А я не умею Я не хочу Но мама Которая Очень Как бы сказать Старалась Чтобы ее ребенок Был не хуже других Вот это самое главное Чтобы был не хуже других Лучше не надо Лучше не надо Но чтобы не хуже Она принесла ему Краски Принесла ему Кисточку Принесла ему бумагу И сказала Ну садись давай Ну вот видишь кувшин стоит Ведь он же красивый Давай его нарисуем Я чего не умею Ну давай Сказала мама Знаешь что Я сейчас уйду А потом я вернусь Через какое-то время И у тебя уже что-то будет Понимаешь Это будет тебе память На всю жизнь А кувшин подумал Я сейчас тебе все устрою Ведь никто не знает Что я думаю Что я умею Что я существо Которое собирает на себе свет Ребенок сел Взял кисточку Макнул ее в воду Помазал красочкой И начал рисовать Потому что он знал Что завтра он должен Принести этот рисунок В школу И он должен быть Не хуже других Потому что вот Его соседка По карте Катя Она замечательно рисует А он все время Никак не рисует И вот тут кувшин Постарался И мальчик нарисовал кувшин Как он есть Со светом Вот как у него Это получилось непонятно У нас у всех Иногда получается то Чего мы не ожидали Вдруг у человека Возникает Возможность Танцевать Или петь Или любить Очень Сильно Вот Мама пришла Увидела рисунок И заплакала Потому что она поняла Что у нее Родился гений Она же не знала Что это кувшин Все устроил Волшебный кувшин На следующий день Ребенок получил пятерку И все смотрели На его рисунок Все смотрели И говорили Ну ты подумай вообще Ну вообще Как это А как это А как это И учительница сказала Вот смотрите Мы это повесим на стенку И чтобы все Смотрели на него И дома нарисовали Тоже у вас задание Нарисовать кувшин Короче говоря Весь класс Пытался Заставить родителей Купить кувшин А наш кувшин стоял И все это знал И он посылал Всем адрес Где можно купить На рынке Они продавались На рынке В маленькой лавочке Стояли кувшины Стеклянные чайники Стеклянные Стаканчики Стеклянные кружечки Короче говоря Когда Все дети Нарисовали кувшин Кто как Он понял Что дело его Началось Что этот мальчик Вырастет художником Все Браво Кувшин кричал Купи меня Я еще Несколько слов написал Мария Может быть мы Посмотрим Как вот справляются ученики В данном случае Вот Мария Потому что же Мы же слушали Ты мне поможешь? Давайте берите любую тему Пожалуйста Разложим это Нет давайте Алекс пускай Что он вообще На крупкие плечи ваши Мое слово сигарета Давай рассказывай Ну давайте Жила была сигарета Но сигарета она была такая Непростая У нас сказки для детей? Угу Конечно Она была с ментовом Какая? У тебя электронная была сигарета? Какая какая? С ментовом Ух ты батюшки Светы Ну непростая Ее болел нос и она принимала ментов Ой Людмила Стефановна Непростая была Такая воображуля Потому что все остальные Были просто с табаком Ну что такое табак по сути? Табак он же растет почти везде На любом огороде дедушки И некоторые дедушки Даже забивают так табак Сигареты Да это вредно Между прочим сказочек Ну я не знаю зачем Ты выбрала слово Слово сигарета Она знала Она знала что ей предстоит Блестящее будущее Озаренное огнем Несмотря на то что Вокруг были И жили На этой полке Вместе с ней Вальяжные сигары Старая покряхтущая Трубка Из красного дерева И много других Вредных Вредных табачных изделий Которые привозили в подарок Хозяину А он не курящий был Да Не зная о том что он не курит И поэтому они жили Превращаясь в музей Я искала музыку Чтобы как-то Отзвучить это Смотрите Я пытаюсь разобрать Немножечко процессы Когда вы рассказываете сказку Вы держите конечную цель? Потому что мы сейчас Стоим на развязке И нам можно пойти По нескольким путям Скажем так Путь исправления сигареты О том как она станет Прекрасной Электронной Облегченной И не будет задумлять Пространство Нет это уже робот Или можем попробовать Взять какую-то драму В жизни сигареты Которая стоит на полке Мы можем взять драму Из жизни злого существа Которая не знает Что оно злое Знаете это тема Между прочим во многих Фантастических романах И у стругацких Тоже это есть Помните да Трудно быть богом Когда он выясняет Что он зло Понимаете Существо Которое Понимает Что выхода нет И оно предназначено Для того Чтобы делать зло Солдат который идет на войну Он знает Что ему придется убивать Какая-то Какая-то идея там есть Что он убивает там Почему Потому Но все равно он зло Вот понимаете Вот эта тема Она не для сна Она не для ребенка И поэтому мы сейчас ее тихо закроем Возбудим да Тогда Ну что-нибудь такое Чтобы сигарета в конце превратилась в облачко И отлетела Она да Она так или иначе превратится в облачко Так же как атомная бомба превращается в облако В виде гриба Понимаете Ребенку нельзя рассказывать сказки Которые заставят его Плакать или рассказывать Нет Заставят его думать Ему надо спать Поэтому каждая сказка Должна быть ужасно мягкой И вот здесь была у нас такая Ну просто педагогическая Может быть Не увязка Потому что Мы не можем Ставить Как бы сказать Перед тьми такую проблему Просто не имеем права Вот Они еще столкнутся с этим То есть когда они зададут этот вопрос Это предложение Расскажи мне сказку про это Лучше вот плавно уйти от этого Нет Вы понимаете Они как правило Дети Когда им говоришь Давай тему Они начинают шарить По комнате Глазами по комнате Да Они начинают Вы знаете У меня был такой опыт Когда я выступала на детской программе Ну детская редакция И я предложила детям Звонить мне И Говорить слово Одно И вот Какая-то девочка Мне сказала Что она хочет Про Тедди Бео Про медвежонка Ну ага Прекрасная тема И я начала рассказывать сказку Про Тедди Бео Жил был волшебный Тедди Бео И никто не знал Что он спаситель Он просто был Тедди Бео И однажды у одной девочки Был день рождения И какой-то человек Болюродный Дядя Купил Этого Тедди Бео И не зная Что он волшебный Он просто продавался В обыкновенном магазине И он принес его девочке А так получилось Что у девочки В этот день Был день рождения Когда пришли все родственники И конечно Они все купили ей игрушки И у нее просто Образовалась целая полка Этих новых игрушек А у нее были любимые старые И в общем эта полка Как-то так она и стояла Висела Вернее со своими Тедди Бео стоял Леду других игрушек Там был крокодил Синего цвета Там была кукла Заводная Которая умела ходить Но никто ее не пускал Потому что у девочки Было слишком много игрушек Это тоже не очень хорошо Короче говоря Она выросла И эти игрушки Попали другой девочке Которая была младше ее Там на 10 лет Это была какая-то Траверная племянница И она выросла И никто этого Мишу Не брал на руки Пока однажды Не решили Что все эти игрушки Надо отдать Детский дом Для больных детей И эти игрушки Поехали туда И с ними Поехал Дэти Бео И один мальчик Который плохо ходил Схватил Мишу И прижал его к себе И через два года Он уже бегал А Миша знал Что его роль Именно здесь Что он будет всем помогать На этом я заплакала Тут уже многие плачут Василий из Нижнего Новгорода И про кувшин заплакал То есть буквально до слез Предлагают мне рассказать Про настольную лампу Историю Настольная лампа Пожалуйста Жила-была И вот У нас есть Вот она Пожалуйста Вот она Давайте попробуем Жила-была Настольная Подожди А вы нам тоже помогаете Если есть какая-то идея То бросайте ее Плюс 7903 7976 333 Такая маленькая Я ребята и девочки и мальчики Взрослые девочки и мальчики Хочу сказать вам Что сейчас Мы занимаемся Очень-очень важным делом Для родителей Для тех у кого уже есть дети И для тех у кого еще их нет И для детей Которые могут сочинять сказки Теперь уже по рецепту Просто они берут Каждое существо И смотрят Что такое лампа? Шея Она лебедь? Ну она не может быть лебедем Это трагедия Но Пожалуйста Наступил момент Жила-была Старая-престарая Настольная лампа В доме ее называли грушей Ну потому что Ее создали В 50-е годы И она была действительно В форме груши И домашние Так и говорили Включи грушу Выключи грушу И вот она Когда наступали сумерки Светила таким Очень теплым Уютным Действительно Желтым Светом Она была похожа На спелую грушу И она Она Была прямо членом семьи Потому что Под свет Этой лампы Читали сказки Вот как я тебе сейчас При свете Этой лампы Бабушка Вязала Носки Своим внукам При свете Этой лампы Пили чай Пили чай И занимались Другими Полезными вещами А Маленький Жевательные резинки Резиночки А еще Кусочки От лего Кусочки От лего И монетки Совершенно верно Которые привозили Люди из Турции Индии И Гватемалы И Никита еще думал Почему на этих монетках Глаз изображал Те которые из Турции были Там была Настоящая сокровищница Но однажды Никита уехал На летние каникулы В лагерь Он был уже подростком И вот когда он вернулся Из этого лагеря Он забыл про то Что у него там Лежали сокровища Потому что За этот месяц Что он провел В лагере Он невероятно вырос Дети в 15 лет Так быстро растут Конечно У него появилась девушка С которой он даже Встречал закат Провожал солнце В общем Ему стало не до лампы Не до тех сокровищ И вот он вырос И у него у самого Появились детишки И время менялось И свет этой лампы В которой периодически Меняли лампы Становился все Скромнее и скромнее Потому что появлялись Новые лампы Потому что появлялись Новые осветительные Приборы И все это стало Ярче Современнее Мощнее И жизнь ускорилась И вот пришло время Что-то делать с этой лампой А что вы узнаете В нашей программе Через несколько минут У меня кстати есть Развитие одной коллизии Может быть попробуем С этого момента Ну давайте и слушателей Пригласим Плюс 7903 7976 3333 Сейчас вы услышите Два варианта О кончании сказки О той самой Лампе Груши Которая Долгое время Время и правдой Служила Верой и правдой Служила вот этой семье Где жил мальчик Никита Который сам уже стал Папой И пришли новые лампы Пришли светодиодные лампы Пришли вот лампы Дневного света И президент Большой-большой Огромной страны Вообще велел Экономить электричество И чтобы там были Другие лампы Которые светят дольше Светят дольше И чуть тусклее И тогда пришло время Расстаться с этой лампой Но Папа Никита Купил новую лампу Блестящую Красивую В которой отражается Отражалось солнышко И надо было что-то делать С лампой груши И он сказал А давайте мы поставим эту лампу Во дворе Около нашего подъезда И какой-нибудь хороший человек Ее возьмет И она пригодится И он так и сделал И вот Вечер В доме уже светит Новая лампа А наша лампа груша Стоит У подъезда И начинается Холодный дождь Дождь капает Капельки Кап-кап-кап По ее Бокам По ее бокам Кап-кап-кап И она так смотрит В окно А там теплый свет Который Источает Новые лампы Который теперь Холодный свет Источает Новые лампы Да-да-да-да В эту семью Я сейчас заплачу Не плачь, мой мальчик Не плачь, сынок Потому что Лампа Это всего лишь лампа Это металл Стекло Пластмассовый провод И Медные Провода В ней нет души Мой мальчик Ее найдет какой-нибудь Хороший человек Она будет помогать ему Читать газеты Но в общем-то Переживать за нее Особо не нужно Извините Я не понимаю Как теперь смотреть на вещи Которые стоят На помойке Например, когда еду домой У меня была другая история Что Никита вырос У него появилась Первая девушка Они стали Ох Точка Никита вырос У него появилась Первая девушка Мне знаешь, что хотелось Найти свой старый секретик И произойти Катарсис У меня была история такая Что если это для ребенка То лампа осталась забытой Она стояла на столе Она все чаще покрывалась пылью Но ей так хотелось быть полезной И как-то все-таки приобщаться И в какой-то момент Лампа смотрела телевизор И она увидела Что у мультфильмов Пиксар На заставке Есть лампа И она подумала Вот как было бы здорово Если бы Никита меня увидел В этой заставке Допустим И лампа Стала писать Заявки на кастинг Чтобы попасть В заставку Студии Пиксар И в какой-то момент Ей это удалось Она получила новую работу И у нее началась Вторая жизнь А Никита подумал Боже, какая же здоровская лампа Меня окружала всю жизнь И как хорошо Расти среди таких вещей Ну а теперь я Давайте Две минуты Две минуты Да Лампа Стояла У дверей Она не светила Потому что Ее не включили Мало того В ней не было лампы Она не светила Потому что В ней не было Самого главного Сердечка Который светится Но в это время По улице шел художник Который увидел Вещи Пятидесятых годов И сказал себе Ребята Это то, что надо И он схватил ее И помчался Домой Потому что Там у него было Огромное количество Старых вещей Которые освещали его жизнь Он очень хорошо помнил Свое детство И любил его Мало того Его родители Очень любили свое детство Так же как я Например люблю Модерн Которым я Родилась Все И лампа стала Предметом Интерьера Очень ценным Еще модель И у художника Еще модель и у художника Приходите к нам еще Мне кажется Тема сказок Прям бесконечная Вам столько хороших Красивых слов Здесь написали И слов благодарности Пока есть такие люди Из этой страны Не хочется уезжать Их друзья Вот Потрясная тема Такая необходимая Теперь для меня Не проблема рассказывать Племяннику сказки на ночь Спасибо Наталье из Нижнего Новгорода Спасибо большое Госпожа Петрушевская Мы вас обожаем Олеся Город Москва Спасибо огромное Спасибо Ну я думаю Что нам вообще-то Хорошо вместе Да До скорых встреч в эфире Включи пожалуйста Лампу Мне кажется Да хорошая Дорогая Давайте я включу Теплый свет Выяснилось что она сгорела За это время Нет это как раз лампа из новых Из этих вот И тут непонятно как они включаются Включи холодное Неоновое сердце Все Она обиделась Она обиделась Она обиделась ребята Как она включается По старому принципу Я обиделась Я обиделась Раз и навсегда А да точно Оказывается все просто Видеотрансляция кстати включена Silver.ru Спасибо огромное Спасибо